При наступлении 20 века время не казалось ни серебряным, ни черным. В его окраске преобладали красные тона. Черным оно показалось позже. Из 12 великих поветов серебряного века трое казнены. Еще трое казнят себя сами. Четверо доживают до собственной смерти, измученные голодом, болезнями, ужасом бытия. И только двое, дожившие до преклонных лет, умирают, сопровождаемые травлей. Каждый удостоился трагической доли и темы. Вымечтанное поэтами серебро повисает над черным переделом. Сегодня мы перечитываем этих поэтов, ища ответов на те же вечные вопросы. Почему погибла старая Россия? Что возродилось на ее месте? Что такое вообще Россия? В 1928 году 38-летний мастер в расцвете своего таланта садится править свои ранние стихотворения для переиздания. Сам факт такой правки уже говорит о многом. Стих, стало быть, это не документ бытия, рожденный в определенной точке времени и пространства. Стих – это развитие некой темы, сгущение некой энергии, раскручивающейся в любой точке времени и пространства. Обоснование этого метода в письме Бориса Пастернака Осипу Мандельштаму. С ужасом вижу, что там, кроме головы и часто оголенного до бессмыслицы движений темы, ничего нет. Я эти смешные двигатели разбираю до гайки, а потом, отчаиваясь в осмыслении работы, собираю. И через много лет рефреном мы знаем Бога только в переводе, а подлинник немногим достижим. И на все годы леет мотивом тема двойника, близнеца, и на всю жизнь мир – загадка. Разгадки не будет, но мир, первоначально явившийся в закатах и зорях, в колокольнях на горизонте и в озимых бороздах, засеянных поздними народниками, быстро возвращается в комнатный предел, сворачивается в точную зарисовку «Февраль», «Достать чернил» и «Плакать». Это стихотворение уже входит во все собственноручно составленные варианты избранного и в мировую классику. 16 строк, написанные 22-летним студентом, поражают точностью слепого попадания. Все хаотично и все скрыто стройно. Все предельно конкретно и все неуследимо. Принцип найден, нащупан, утвержден на всю жизнь. «Февраль», «Достать чернил» и «Плакать», «Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за шесть гривен, через благовест, через крик колес, перенестись туда, где ливень еще шумней чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыд. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи на взрыд. Знаменательно отсутствие культурологических координат в стихах человека, вышедшего из семьи академического художника и блестящей пианистки, проведшего детство и отрочество в залах и мастерских Московского училища живописи, вояний и зодчества, кончившего классическую гимназию и университет, а после университета, ездившего в Германию, добрать философского образования. Инт и Ефрат в одной строчке с Эдемом свидетельствуют о полном неинтересе к структурной картине мира. Люберцы или Бубань, неважно. Важна музыка названий, изюм из сайки, поток впечатлений, прелесть пунктира, разборка гардеробов, милый хлам и при этом поразительная точность фиксации. Встречи с революцией задним числом описаны и критиками, и самим поэтом, как апофеоз бытийного упоения. Так и было. Книга «Сестра моя жизнь», написанная летом 1917 года, уникальный парафразис жизни пропущенный через хаос взбудораженного сознания. Митингующие деревья, ораторствующие звезды, дипломирующие плетни, говорящие чердаки, а также прописи дворян о равенстве и братстве, пахнущие пылью и винной пробкой, а также расписание поездов камышинской ветки, более грандиозное, чем священное писание. И в первой строчке этого революционного манифеста, написанного без единого словечка о революции, поразительным случайным попаданием в интонацию, дана фантастическая по дерзости формула отказа видеть текущую реальность. В кашне ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе, какое милое у нас тысячелетие на дворе. Что значит тысячелетняя история, когда каждая пылинка одухотворена? Что значит сама вечность, когда ее затмевает этот миг, этот пустяк, дивный, божий пустяк? Общие понятия очерчены ледяным неведением. Это неведение, мнимо. В стихах полно издевки над читателем-дураком. Пастернак вовсе не стремится быть понятным. Он передает именно хаос нерасшифрованных уподоблений, стократно усиливающих магию текста. Рояль, дрожащий пену с губ оближет, тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, скричу я, нет, при музыке, но можно ли быть ближе, чем в плуть с ней аккорды, как дневник, меча в камин, комплектами погодно. О, понимание дивное, кивни, кивни, изумишься. Ты свободна, я не держу, иди, благотвори, ступай к другим. Уже написан вертор, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить. Но никто ведь не заставляет воспринимать это откровение о воздухе, пахнущем смертью, как политическое. Оно лишь деталь лирической ситуации. Философская картина мира не прорисована, она лишь означена отрицаниями. На вселенной маска, на вещах личина и, наконец, предел допустимой ясности. Мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Это не обличение обмана, но как бы констатация факта. Факты не знают конечной привязки. Факты существуют в скользящих, перекрещивающихся измерениях. Ничто не окончательное и ничто не изначально. Поток. А революция? А революция – это прежде всего весть, принесенная в роли. Уж ты и спишь, и смерти ждешь, рассказчик уж и горе мало. В ковшах оттаивших галош, припутанную к правде ложь глотает плотиная вожь, и прясть ушами не устала. Этот натюрморт явно мечен февралем 17-го года, но еще больше он мечен всегдашней стилистикой случайного пастернаковского натюрморта. К выметенным полам прибавятся лужицы, затем возникнет натюрморт красных лужиц, такой же узорно-анонимный, и, наконец, все опутает красные нити проводов, несущие весть о неразгаданном смысле. Картины революции, запечатленные в поэмах Пастернака, могут показаться апологетическими, но это обман зрения. Поэмы действительно перенасыщены фактурой, вошедшей впоследствии в мифологию большевизма, но это общий информационный фон того времени. Тогда об этом писали практически все, ибо не содержание революционных событий, суть его поэмы, а мелодика. Как интеллигент, взращенный русской философией, как нормальный гражданин, Пастернак все видит и все переживает, и даже записывает, и даже стихом отчизна гибнет под ногами толп, бог отвернулся от России. Бесы, хлынувшие из-под поля, жгут, давят, идут по телам, как по рельсам, лети на всех парах, дыми, дави и мимо, здесь не чужбина нам, дави, здесь край родина. Не напечатано, отброшено, выбраковано. Вряд ли из страха цензурного, в 1918 году такое можно опубликовать безнаказанно, выбраковано, потому что суть поэзии для Пастернака не в ответах, а в чувстве напрасности ответов. Истина проста. Есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно их изведав не кончить полной нематой. В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но сложная понять нею. В 1931 году тем же самым бесом русской революции Пастернак присягает на верность. Он берет самые ходовые стереотипы, не расплывы какие-нибудь общечеловеческие, примиряющие диктатуру пролетариата с гуманностью, а самые захватанные пропагандистские понятия, опознавательные знаки режима. Счастье сотен тысяч, пятилетка, совет. Понятнее быть не может. Однако сложная партитура, скрытая за этой понятностью, улавливается музыкально. Суть высказывания в системе тончайших отступлений, симпоп, сбоев дыхания. Суть в том, что победа равна гибели. Взывать к справедливости напрасно. Илья не знаю, что в потемке тычесть вовек не вышла к свету темнота. И я урод, и счастье сотен тысяч, не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мирюсь с пятереткой, не падаю, не подымаюсь с ней, но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни великого совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Алексей Крученок получает от авторов подарок манускрипт стихотворения со следующим авторским разъяснением. Она опасна, когда не пустует, когда занята. Разъяснение это делает двоение смыслов близнецов еще острее. Вакансия поэта опасна в любом смысле. Поэт как бы входит в новую роль. Сложность роли это то, что нужно людям, то, что люди видят. Они не видят той простоты, что сокрыто на дне этой игры. Там не игра, там смерть. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. Но старость это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Ритм, сцена, актерская читка. И опять в интимном комментарии в письме к родителям объяснение и скрытая привязка. В этом извечная жестокость несчастной России. Когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанной ей зрелище за ее любовь. Существенно в этом объяснении то, что перед нами Россия, хотя она и не названа. Не менее существенно и другое. Хотя это Россия, но она не названа. Еще не названа. Сами эти слова Россия, русские укореняются в стихах Бориса Пастернака с 1941 года. Русский гений, русские сказки, русская судьба. Иногда это только объем очерченный словом, иногда только бытовая привязка, своей точностью напоминающая ранние натюрморты. Весеннее дыхание Родины смывает лед зимы с пространства, и черные от слез обводены заплаканных очей славянства. И еще раз эти очи отерты православным полотом. В самые последние годы в цикле, написанном для романа доктор Живага, сцена обновляется очередной раз. Вифания, Иерусалим, Гефсиманский сад, даже Гамлет, выходя на подмостки, шепчет что-то евангельское, прородческое, ветхозаветное. Так рождаются гениальные стихи. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случилось на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, а, во, отче, тяж это мимо пронеси. Но продуман воспорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. В поле жизни поэту пришлось встретить трех владык, и с каждым вступил в диалог. Первый Ленин. Характерно, что не поэт нашел тему, а тема его нашла. Его к этому делу привлекли буквально. Меня без отлагательств привлекли к подбору иностранной Лениньяны. И деньги заплатили в 1924-м, но в 21-м на съезд Советов он пошел сам. И высокую болезнь написал до того, как нанялся вылавливать из иностранных журналов упоминания о вожде. И решалось для него не на трибуне, а в том потаенном мире, где вождь лишь случайное, мимолетное, редчайшее воплощение бури, висящее в воздухе. Он был как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед. Он гнул свое пиджак топыря и пяля передки штиблет. Столетий завистью завистлив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Из ряда многих поколений выходит кто-нибудь вперед. Пред вести млекот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Последние строки достреливают до нас через десятилетия. Можно сказать, что в них предсказан Сталин. Сталин второй собеседник Пастернака. Бориса Пастернака опять привлекли. Ухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана. Стихотворение было радостью для него. Стихотворение, с которого в 1936 году начинается поэтическое Сталинеано. Из великих поэтов Пастернак первый посвятил Сталину стихи. Именно он отворил путь лавини. И опять Сталин не самостоятельный феномен о воплощении того, чем чревато время собеседования жизни и смерти. Однажды собеседование приобрело леденящую определенность. На квартире поэта раздался телефонный звонок и вождь предложил поэту поручиться за другого поэта. Уже впрочем обреченного. Пастернак растерялся. Мандельштама он не спас. Но собрав силы предложил вождю поговорить о жизни и смерти. Сталин молча повесил трубку. Третий собеседник Пастернака Хрущев. Стихов про него Пастернак не писал. Но при этом вождей его опять привлекли. За публикацию в Италии романа доктор Желада. Как говорится в русской пословице и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья она никогда не гадит там где кушает, никогда не гадит там где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он делал. Он нагадил там, где ел. А почему бы этому внутреннему иммигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказал. Пусть он стал бы действительным иммигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. В ходе разнужданной хамской кампании ему пригрозили высылкой за границу. Тогда Пастернак написал Хрущеву письмо с просьбой не лишать его родины. Впрочем, он не писал. Письмо составили его близкие, стараясь попасть в тон Пастернака. Он подписал, внеся одну лишь поправку в конце. Какую? Может быть, вот эту? Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы. Он сказал советской, а не русской. Но когда от имени Хрущева ему объявили милостивое позволение оставаться на родине, чиновник, объявлявший об этом, решил пошутить и заметил, что роман доктор Живаго это нож в спину России. Пастернак мгновенно оборвал разговор и потребовал, чтобы чиновник взял свои слова обратно. Словом, русское он без нужды не бросался, но когда задели, не стерпел и заявил с достоинством Нобелевского лауреата. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. я весь мир заставил плакать над красой земли моей. земли моей. Я весь мир заставил плакать земли моей. я весь мир